Добрый вечер! Пришло время обсудить нам очередное домашнее задание. Как обычно, напоминаю, что это видео вы можете просматривать только после того, как выполнили задание самостоятельно, для того, чтобы проверить себя и для того, чтобы, может быть, что-то еще дополнительное узнать о греческом языке. Поэтому сначала проработайте этот урок, сделайте максимум того, на что вы способны, и только после того смотрите данное видео. Ну а мы давайте с вами предложение из этого урока обсудим по порядку, начиная с первого предложения. У АКУНТАЙ ХАЙ ФУНАЙ АУТОМ В данном случае глагол АКУНТАЙ со среднестрадательным окончанием, третий в лице множественного числа. И здесь у нас ХАЙ ФУНАЙ, а голоса тоже стоят во множественном числе, в именительном падеже являются подлежащим. НЕ СЛЫШАТСЯ ГОЛОСА ИХ Ну, как обычно, родительный падеж в местоимении чаще всего выражает принадлежности. Ну, или НЕ СЛУШАЮТСЯ ГОЛОСА ИХ Ну, в данном случае, кто-то не слушает голоса, но вне контекста, может, наверное, чуть более естественно прозвучить НЕ СЛЫШАТСЯ ГОЛОСА ИХ Второе предложение У ХЕ МЭТЕР АУТО, ЛЭГИТЕЙ МАРИАН, КАЙ ХОЙ АДУЛФОЙ АУТО, ИАКОБУС, КАЙ ИА, ИОСЕФ, КАЙ СИМОН, КАЙ ИУДОС Вопросительное предложение Начинается с частицы У Мы уже как-то упоминали, просто напоминаю, что начинающееся с У вопросительное предложение Это риторический вопрос, предполагающий подтверждение Поэтому, если получится этот нюанс, можно выразить и в переводе, и в любом случае мы должны учитывать это притолкование Не МАТЬ ЛИ ЕГО И теперь глагол ЛЭГОТАЙ ЛЭГО, видите, окончание ТАЙ, третьего единственного страдательного залога Глагол ЛЭГО, обычно имеет значение ГОВОРИТЬ, но это не единственное значение данного глагола Также он имеет значение НАЗЫВАТЬ И в данном контексте НАЗЫВАТЬ как более естественное значение в страдательном залоге НАЗЫВАЕТСЯ НЕ МАТЬ ЛИ ЕГО НАЗЫВАЕТСЯ МАРИЯ? И БРАТЬЯ ИГО, ИАКОВ, И ИОСЕФ, И СИМОН, И ИУДА Ну, можно быть, как литературный вариант перевода, там зовется Мария Кто-то, и здесь неопределенный круг лиц, а кто угодно, но называют его мать Марией И вот для выражения этой мысли, для того, чтобы не называть какое-то подлежащее Вы помните, одна из задач страдательного залога, это вот такой понизить коммуникативный ранг подлежащего То есть сделать так, чтобы подлежащее даже не, в смысле, коммуникативный ранг того, кто делает действие Сделать так, чтобы делающего действие можно было бы даже и не упоминать в предложении И вот здесь, ну, все называют Марией, поэтому вообще не нужно это упоминать И предложение трансформируется в страдательный залог И теперь уже подлежащим является мать, на которую вот направлено вот это действие, называние Не мать ли его называется Марией, ну, там, литературно именуется или как-то так Третье предложение Эго простон патера пареумай Эго, я, обратите внимание, это лимфатическое местоимение В принципе, пареумай, итак, первое лицо, единственное число, я, и поэтому местоимение в определенном смысле лишнее Поэтому используется для лимфазы Я к отцу пареумай, это глагол, который никогда не встречается в форме действительного залога Он имеет форму только среднестрадательного залога Тем не менее, переводится просто иду В учебнике такое явление называется отложительные глаголы Ну, мы чуть-чуть в лекциях говорили, что кто-то согласен с этим термином, кто-то нет Но, в любом случае, вот, им стоит запомнить, что форма среднестрадательного залога этого глагола имеет значение иду И никаких тут специальных залоговых манипуляций с этим глаголом производить больше не нужно Четвертое Хопу эмего хюмэйс у донастэ элтэйн Здесь тоже, смотрите, есть эмфатические личные местоимения Где есть я? Ну, или просто по-русски в настоящем времени мы обычно глагол-сверску не ставим И просто интенсионно можем оставить Где я? Вы Видите, такое я, выбор Яркое противопоставление Не можете пойти Немного корело звучит предложение Для того, чтобы сгладить, сделать перевод более литературным Многие добавляют здесь слово туда Где я? Туда Ну, такой подразумеваемый, в тексте его нет Туда вы не можете пойти Донастэ Еще один глагол, встречающийся только в среднестрадательной форме И имеющий значение мочь Поэтому такое окончание стэ Пятое предложение Ходэ пилатус палин эпэрота аутон лэгон Ук апокрине удэйн Пилат же опять спрашивал его, говоря Начинается везде колонн Знак двоеточия Ну, аналог двоеточия точнее И начинается речь пилата Она вот в виде вопроса Видите, начинающегося опять с частицы у Не отвечаешь ничего Вопрос Но Форма вопроса И ситуация, конечно, очень понятная Форма вопроса предполагает Что такое очевидный ответ Ну да, не отвечаю Вот Апокринная Среднестрадательная форма Второго лица единственного числа Запомните вот это окончание Ну такое Самое Плохо различимое Умай Э Этай Умэта Сэмтай И, конечно, когда-то было Май сайта Это было полегче В каких-то временах это сохранилось Но вот в настоящем времени Сигма выпало Все слилось И осталось вот такое Окончание во втором лице Единственном числе Глагол Апокринна Еще один глагол Встречающийся постоянно В среднестрадательной форме Но при этом имеющий Такой очень простой перевод Отвечаю Таких вот глаголов Которые Все время в среднестрадательной форме Встречаются И поэтому Их среднестрадательная форма Не является чем-то значимым В этом уроке Большинство Да и в Новом Завете Таких глаголов Чрезвычайно много Но нас Как русскоговорящих Это не должно удивлять Например, у нас в русском языке Есть глагол Боюсь У нас нет глагола Бою Ну или что-то в этом роде Мы можем Сказать Мою Моюсь Но Бою Боюсь Боюсь Аналогичной пары У нас в языке Нет Просто Боюсь Всегда встречается Вот с таким вот Косвенно Возвратно Среднестрадательным Окончанием С Окончание С Оно много Ролей раз в русском языке Играет И ни в какой другой Форме Не встречается И так как нет парности Нет противопоставления Когда мою Моюсь Здесь есть пара И поэтому Использование формы Носи Оно значимо И мы обращаем На это внимание Да вот Оно отличается По значению От мою А у Боюсь Только одна форма И мы не слишком Переживаем О залоговом значении Встретив С таким глаголом Просто вот Понимая Что тут Автор ничего Не противопоставляет А использует Единственную Доступную Мою форму Ну а смысл Этой формы Нам известен Так и в греческом языке У тех глаголов У которых Есть форма Действительного Залога Например У лего Есть форма Действительного Залога У аку Есть форма Действительного Залога Вот мы видим Аку Но здесь В данном случае Аку Он тай И мы Понимаем Что вот Слышать Слушать Превращается В слышаться У лего Есть форма Действительного Залога А здесь Лего И Говорить Называть Превращается В говориться Называться А там где нет Соответствующей пары Парео Май Дуна Май Апакрина Май Там ничто Ни во что Не превращается И мы просто Видим Среднюю форму Но Подставляем Здесь Обычное Изученное Словарное Значение Этого слова Никаких Трансформаций Не предпринимая Так что Вот такие вот Глаголы Которые иногда Называются Отложительным Это вот такой Подарок Для вас Увидели этот Глагол Узнали Этот глагол И порадовались Что вы сейчас Все легко Переведете Пятое Предложение Пилат же Опять Спрашивал Его говоря Не отвечаешь Ничего Ну тут Можно Какие то Вариации Чтобы Риторическую силу Придать Ну и так Кажется Понятно Шестое Кай Сунагон Тайхой Апостол Простон Иесун Кай Апенгелан Ауто Панто Хоса Эпоясан Кай Хоса Эдидаксан Здесь Глагол Сунаго Видите С окончанием Онтай И Так как Есть Нормальная Форма Сунаго Собираю То Когда Окончание Онтай То Использование Среднестрадательной Формы Здесь Значимо Можно Если Это Страдательный Залог То Значение Было бы Такое И Были Собираемы Апостолы Собирались В том смысле Что собирал кто-то Поэтому Чтобы как-то Подчеркнуть Вот это вот Значение Даже не были Собираемы Являются Собираемыми Апостолы Это Настоящее время К Иисусу Но Мне Довольно Трудно Видите Выразить Эту форму Чтобы ясно Было Страдательное Значение И Если мы Это истолкуем Как страдательное Значение То тогда Наверное Как-то Предложение Надо Преобразовать Чтобы читатель Это явно Увидел То есть Либо Вот видите Мне пришлось Время Поменять Чтобы подчеркнуть Страдательный Залог Были Собираемы Ну Понятно Что это Историческое Настоящее Помните Такую категорию Настоящего Времени Когда Прошлое Описывается С помощью Настоящего Для Большей Яркости Большей Живости И в контексте Да Иногда Можно На этом Сыграть И воспользоваться Другим Временем Если это Поможет Лучше Выразить Авторскую Мысль В переводе Вот Ну Либо Как-то Совершенно Перефразировать Предложение Там Бор собирал Апостолов Дали Что-то В этом Роде Ну Скорее Всего Здесь Значение Нестрадательное Скорее Всего Здесь Значение Среднее Коллективное Действие Типа Собираться Очень часто В греческом Языке Выражаются Формой Среднего Залога И вот Как раз Тот Случай Когда Настоящий Средний Залог Перед нами Это Нестрадательный Залог Апостолы Все-таки Сами Пошли На эту Встречу Это Не Отложительный Глагол Он имеет Нормальную Форму Действительного Залога И выбор Среднестрадательной Формы Это сознательный Выбор Автора У нас Как раз Глагол Со средним Значением И один Из оттенков Среднего Значения Это Коллективное Действие И Собирались Апостолы Собираются Прошу прощения Настоящее время Апостолы К Иисусу И Возвестили Ему Видите Здесь Прошедшее Время Поэтому Особенно Чувствуем Что это Историческое Настоящее Собираются Апостолы К Иисусу И возвестили Ему Все Хоса Вам давался Перевод Для этого слова В словаре Столь большой Столь многочисленный Как То есть Такой очень громоздкий Перевод Который Трудно засунуть В этот Да и почти В любой другой Текст Апостолы Но Но Здесь Здесь Мы опять Сталкиваемся Сталкиваемся С проблемой Управления Потому что В русском Языке Мы Учим Чему-то А в греческом Языке Вот содержимое Того Чему Учат Вполне Может быть Выражено Дополнением В винительном Падеже Поэтому Нам тут Чуть-чуть Придется Трансформировать Для благозвучия И чему Научили Так что У нас В целом Получается И Собираются Апостолы К Иисусу И Возвещают Возвестили Ему Нам Трудно Так При Кай Да При И И два Глагола В разных Минав Соединить И Возвестили Ему Все Что Сделали И Чему Научили Седьмой Легуси Нау То Эхомета Кай Хмэй Сун Сой Они Говорят Ему Обычный Глагол Настоящего Времени Действительного Залога Эхомета Эхомет Глагол Встречающийся Только в среднестрадательной форме Ну в настоящем Времени По крайней мере Поэтому Здесь Залоговая форма Не очень значима Переводим Так как Учили Первое лицо Нужно На число Мы Идем А Да вот Хмэйс А здесь Подлежащее Такое усилительное Идем И Мы С тобой Опять же Эхомета Это уже Мы идем Но Хмэйс Стоит в тексте Еще Чуть-чуть Отделена От глагола И после него Поставлена Еще и Кай Которая здесь Не связывает Два однородных Члена Предложения А усилительную Ревно роль Играет Все Служит Для Эмфазы Идем И Мы С тобой Восьмой Ходи Иисус Эпикрин Этай Аутоис Легон Элэлутен Хэхоха Хинодоксасте Хэхэсту Антропу Иисус же Отвечает Им Говоря Гогол Апокринамай Тоже Встречающийся Только в среднем Залоге И поэтому Легко Переводится Отвечает Иисус же Отвечает Им Говоря Пришел Час Чтобы Был Прославлен Сын Человеческий Родительная Подежда В данном случае Хорошо прилагательно Переводится Сын Как-то Связанный С человеком Человеческий Мы уже Обсуждали Что В устах Иисуса Это скорее всего Ссылка Книги Пророка Даниила Ну из материалов Этого урока Иисус же Отвечает Им Девятое Ибо Никто Не Может Второе Не Я Добавил Потому что В греческом Достаточно Всегда Одного Отрицания А в русском Не перед Глаголом Обычно Дублируется Просто Норма Русского Языка Ибо Никто Не Может Эти Знамения Делать Которые Относительно Местоимения Отсылка Ксимея Ты Ты Делаешь Цу Усилительно Если Не Есть Бог С ним Ну Если Бог Не с ним Наверное Как-то Литературнее Было бы Вот так Э Это Форма Сослагательного Наклонения Глагола Эми Ну Сослагательное Здесь требуется Частица Иан Если Ну Из материалов Этого Урока Дунатай Слово Встречающееся Опять-таки Только В среднестрадательной Форме И Переводимое Словом Мочь Ибо Никто Не Может И так Далее Десятое Предложение Кайхое Масецай Иану Кайхой Фрисайой Эхонтай Кай Легусин Аутом Дети Хой Масецай Иану Кай Хой Масецай То Фрисай Он Нестел Усин Хой Десой Масецай У Нестел Усин Вопрос Масецай В настоящем Времени Переводится Идти Приходить Ну По контексту Лучше Приходят Приходят И Говорят Ему Говорят Обычный Глагол Десникного Залога Дети Дети Устойчивое Словосочетание В прошлом уроке Мы с вами его встречали Опять его встречаем Ну И может быть Как словосочетание Его стоит Запомнить Почему Ученики Иоанна Ну Иоанновы Ученики Видите Родительный Поддерж Принадлежность Унички Принадлежащие Иоанну И Ученики Фарисеев Фарисейский Фарисеев Фарисай Он Теперь В родительном Поддерж Тоже Принадлежность Постятся Ученики А вот Ученики Ж А да Здесь есть некоторая сложность, когда мы видим это слово, кажется, что это дательный падеж местоимения су, ну, собственно, дательный падеж местоимения су, так и выглядит, ты, в данном случае, тебя. Однако, это неправда, в греческом языке, помимо местоимения су, есть еще слово сой, имеющее значение твой, ну, то есть форма дательного падежа местоимения су и форма слова сой, твой, полностью совпадают. Вот, ну, только там это слово меняется по родам, поэтому сой, сэ в женском роде и так далее. И, наверное, это ошибка со стороны составителей рабочей тетради, что вам не отметили, что это вовсе не изученная вами форма дательного падежа местоимения, а не изученное вами слово твой. Ну, вот, сейчас поясняю, надеюсь, это не сбило вас совсем с толку, пока вы делали домашнее задание. Поэтому твои же ученики не постятся. Ну, и целиком, и ученики Иоанна, и фарисеи, приходят и говорят ему, почему ученики Иоанна и ученики фарисеев постятся, а твои же ученики не постятся. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Видят Блэпусин Обычный глагол Действительного залога Знамения Днем и ночью Хемера Днем и ночью 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 Это Сунаго в среднем залоге, у нас был такой пример, смотрите, Сунаго Антай Хой, апостолы, собираются апостолы. А здесь толпы что-то собирают, мне кажется, так как в контексте не указано что, кажется, здесь есть не очень удачно сочиненное предложение. Пожалуй, высказался об этом так. Ну, переводим, как переводим. Толпы собирают вокруг Иисуса, ибо они знают, помните, что Оиды это перфект, поэтому немного специфичный набор форм, в частности, вот этого вот Альфа, но все равно заметно. Ибо они знают Экейной, ну, точнее, ибо знают те. Экейной это дальнее указательное местоимение, но здесь его указательное значение ослаблено, и оно, мы уже часто с этим сталкивались, фактически работает как аналог личного местоимения. Ибо знают они, давайте мы переводим Экейную, что они, хотите, можете перевести те, это будет нормально, правильно и корректно, ибо знают те, в смысле толпы, в смысле те, о кому идет речь, ну, или знают они, если значение возьмем, примем как ослабленное, что Эх, Этай, он приходит, в эти тема, Этай, теперь третье, единственное, и глагол Эхом, встречающийся только в среднестрадательной форме в настоящем времени, он приходит им говорить некие слова. Слово ТИС с корнем ТИН иметь может в зависимости от ударения значения либо вопросительного местоимения, либо неопределенного местоимения. В вопросительном местоимения первый слог ударный, неопределенное местоимение, либо вообще не имеет ударения, либо имеет ударение на втором слоге. В данном случае форма винительного падежа множественного числа, и это определение к слову ЛОГУС, некие слова, и теперь в родительном падеже некие слова, какие? Элпидус надежды, Элпис, Элпидус, видите, родительный падеж, и по артиклю, вот тут хорошо заметно, и жизни, ЗЭ, тоже в родительном падеже. Итак, днём и ночью толпы собирают что-то, наверное, имеется в виду, собираются вокруг Иисуса, ибо знают они, что он приходит им говорить некие слова надежды и жизни. Тринадцатое. Кай эхон тайхой ангелой эистом топон экинон, кай лолусин тус логус эиста ото ту охлу. И приходит, уже много-много раз слово Эрхамай встреча, ой, приходят, мы уже много-много раз слово Эрхамай встречали, в данном случае третье множественное, ну и опять же формы действительно нет, и приходят ангелы вместо ТО, дальнее указательное меслевение, в данном случае определение к слову МЕСТО, и говорят, обычный глагол действительного залога ЛАЛЕО, вот это УП, там, да, вот, СЕЛА ЭПСИЛ, ну и хорошо форму видно, и говорят слова В УШИ НАРОДА, или ТОЛПЫ. И приходят ангелы вместо ТО, и говорят слова В УШИ НАРОДА. Четырнадцатое. КАЙ ЭЙПЕН АУТО ХО АНГЕЛО СКУРИО, ХАГАХ, ПО, ПОЙ ЭВА. Вопрос. И сказал ей ангел Господа, да, вот женский род, обратите, не перепутайте, и сказал ей ангел Господа, ну, ангел, как-то связанный с Господом, принадлежащий Господу, часто переводят ангел Господень, теперь начинается, что именно он сказал. Агарь, куда идешь? Вопрос. ПРЕУ ОМАЙ, второе, единственное, видите, вот это окончание Э, слово, ну, у нас много в этом веке слов, не встречающихся в форме действительного залога, ну, просто переводится ИТТИ. Пятнадцатое. ТЕЛО СЛОГУ. ТО ПАН АКУЕНТАЙ. ТОН ТЕОН ФУБУ. КАЙТАС ЭНТОЛАС АУТО. ФУЛАСЕ. ХОТИТУТУТО. ХОЛОН ЭРГОН ТУ. АНТРОПУ. КОНЕЦ СЛОВА. КОНЕЦ СЛОВА. КОНЕЦ СМЕНИТЕЛЬНОЙ ПАДЕЖ, СЛОВА. РОДИТЕЛЬНОЙ ПАДЕЖ, КОНЕЦ СЛОВА. ТОЧКА С ЗАПЯТОЙ. ИЛИ ДВОИТОЧИЕ. ИЗИ КОЛОН здесь СТОИТ. А вот ДАЛЬШЕ ОЧЕНЬ ТРУДНО КРАСИВО ПЕРЕВЕСТИ. ТО ПАН АКУЕТАЙ. ТО ПАН А ЭТО ВСЁ. ИЗДЕСЬ СТОИТ В ИМЕНИТЕЛЬНОМ ПАДЕЖЕ. ЯВЛЯЕТСЯ ПОДЛЕЖАЩИМ. И ВСЁ. С ОРТИКЛЕМ. СУБСТАНТИВИРОВАНО. АТЕПЕРЬ АКУЕТАЙ. ЭТО ГЛАГОЛ АКУ. В СТРАДАТЕЛЬНОМ ЗАЛОГЕ. ОКОНЧАНИЕ АТАЙ. ВСЁ. СЛЫШИТСЯ. Ну, если вы прочитали дальше, догадались, что это из книги Экклезиастов, вспомнили, да, вот, «Выслушаем сущность всего». И гадаете теперь, как из этой фразы получить что-нибудь типа «Выслушаем сущность всего», всё-таки вы должны понять, что вот этот текст, который перед нами, это греческий текст, греческий перевод Экклезиаста. Русский перевод делался, ну, по большей части, по крайней мере, не с греческого, а с еврейского текста. Поэтому еврейский текст на русский перевели, как выслушаем сущность всего, и на греческий вот было переведено, как всё слышится. Не очень ясно, что хотел сказать этим переводчик, но что нам остаётся, мы теперь, как переводчики уже греческого текста на русский, постараемся, ну, как сморо, как просто передать вот то, что мы перед собой видим, даже если вот и нам не кажется это самым удачным выражением. Итак, конец слова, всё слышится. Бога бойся, и заповеди его храни. Потому что это всё дело человека. Ну, не очень красиво получилось. Ну, что ж, не всякий текст, который вы будете переводить, будет так вот красиво и легко переводиться, и автор учебника иногда вот подсовывает коряво переводимые тексты для того, чтобы вас морально подготовить к этому, ну, для того, чтобы предостеречь вас от какого-то чрезмерного упрощательства при переводе. Шестнадцатый. И сказано, «Возвратитесь, дочери мои, что идёте со мною?» Или «Почему идёте со мною?» «Про ст», опять же, много-много раз этот глагол «не встречающийся с действительным залоги» встретили. Тут всё просто. «Почему идёте со мною?» Вопрос. Второй вопрос начинается с частицы МР. Мы с вами видели вопросы, начинающиеся с частицы У, они предполагают согласие, подтверждение. Вопросы, начинающиеся с частицы МР, предполагают несогласие, там, отрицательный ответ. Ну, да, потом, может быть, переформулирую, но пока нет ещё. «Мне сыновья в утробе моей, и они будут вам в мужья». Ну, пока я вот постарался как-то пословно перевести, «Нет, ещё мне сыновья в утробе моей, и они будут вам в мужья». Всё равно, в любом случае, когда мы работаем с текстом, даже с каким-то сложным текстом, вот мы неизбежно пословно переводим, чтобы просто разобраться, что за слова здесь есть, а потом уже пытаемся из этого что-то более такое естественное сконструировать. Ну, и здесь конструируется всё достаточно просто. «Ра, ведь нет ещё сыновей в утробе моей, ну, и они которые, да, и они будут вам в мужья». Ну, как-то вот так. То есть она объясняет, что каких-то других сыновей у неё нет, которые бы могли стать мужем, новыми мужьями для дочерей, ой, как и для жён, сыновей на имени. Я забыл, как в русском языке называется это родственное отношение. Ну, неважно. Вот, в любом случае вы историю эту помните. Вот, ну, опять же, видите, красиво не получается, но, ну, а что поделаешь? Ну, ну, пусть будет некрасиво. Хорошо, семнадцатое. Говорит им Иисус. «Вы верите, что я могу это сделать?» Вопрос. Стеу – обычный глагол действительного залога. «Ду на май», ну, скажем, отложительный глагол среднего залога со значением «мочь». Они говорят ему «да, господи». Кюрия, обратите внимание на форму, это звательный падеж, эпсилон – это окончание звательного падежа второго лица. Второго склонения, прошу прощения, что я говорю. Второго склонения. Восемнадцатое. «Кай эйпа науто, натанаэл, эк назарет, дун отойти, агатон эйнай». И сказал ему нафанаил. Натанаэл. Да, натанаэль. Ну, по-русски традиционно нафанаил. Наф, тэф, произносение э-и, поэтому нафанаил, натанаэл. Из назарета. «Может», ну, так как вопрос, добавим в предложение вопросительное, поэтому для вопросительности можем добавить, «ли может ли что-то доброе быть?» Обратите внимание, «ти безударное», поэтому это не вопросительное местоимение, это неопределённое местоимение. Из назарета. «Может ли что-то доброе быть?» Девятнадцатое. «Анэбэ, дэк, хай, иосиф, апутэс, галилайэс, эк, полис, назарет, эйстон, иудайан, эйс, полин, довид, хэтис, калэйтай, бэтлеем». «Взошёл же и Иосиф из Калилеи, из города Назарет». «Полис», обратите внимание, это слово третьего соклонения с основой на согласную йоту, поэтому «по-лис», но «и» может превращаться в эпсилон, и в родительном падеже омикрон в омегу удлиняется, поэтому не забывайте, что у слов на согласную йоту такая немного странная форма. «В из города Назарет, в Иудею, в город», то же самое слово «полис», в венительном падеже «по-ли» основа хорошо видна, и «эна» – один из вариантов окончания венительного падежа третьего склонения. «В город Давидов». Слово «давид» не склоняемое, но по контексту мы понимаем, что здесь обозначена принадлежность этого города. Город какой? Давидов. «Хайтис». «Хайтис» – это длинная форма относительного местоимения. Видите «х» – относительное местоимение, и «тис» как вопросительное местоимение. Два слова слились вместе, и получилась форма «хайтис». «Полис» – слово женского рода, как и все слова на согласную иллюету, поэтому местоимение, ссылающееся на него, тоже женского рода. В классическом греческом языке длинная форма относительного местоимения была усилительной, в Новом Завете усилительность ослабла, и часто просто как аналог обычного относительного местоимения в город Давидов, который… Ну, теперь как раз из материалов этого урока. «Калей тай» – «калео». Глагол в данном случае в страдательном залоге, видите, окончание «тай». Это «эпсилон» – слитный глагол, поэтому «кале» – «эпсилон» основы, и соединительное гласное «э» слились, и дали дифтонг «эй», поэтому «калей» – «тай». Ну, «тай» – «хорошо» – «вьетнам», и «фому» сразу узнаем. Действительно, я называю страдательный, называюсь город Давидов, который называется Бетлеем, Вифлеем. Опять-таки, страдательный залог здесь понадобился, потому что все называют, кто угодно называет, и чтобы убрать действующее лицо, потому что теперь не важно, кто называет, важно само называние. Вот очень естественно использовать страдательный залог, который называется Вифлеем. Двадцатое. Почему этот так говорит? Вопрос. Ну, те, вопросительное местоимение, что почему, почему этот так говорит вопрос, багохульствует. Или хулит. Ну, в синодальном переводе багохульствует, по-моему, но слово значит хулит. Кто может, Дуна Атай, из материалов этого урока, прощать грехи, кроме как, эй, мы, помните, связывало сочетание со значением кроме, кроме как один, эйс, хейс, не перепутайте здесь, хейс, один, бог. Почему этот так говорит? Хулит. Кто может прощать грехи, кроме как один бог? Ну, что ж, братья, в этом уроке мы встретились со многими средними формами, большая часть, среднестрадательными из них, были у глаголов, которые никогда в действительной форме-то и не встречаются, дунамай, эрхамай, пареомай, апокринамай, ну, и вообще не создавали нам никакие проблемы в переводе. Там, где это было действительно не, действительно нужно было обратить внимание на залог и вот подобрать форму, всего было несколько случаев, калэйтай, называется, что там у нас еще было, если мы посмотрим, сначала, оконтай, слышатся, сонагонтай, тут скорее, средний залог, чем страдательный, собираются, легэтай, называется, ну, и еще, может быть, где-то там что-то было. Так что, да, есть такая штука, как среднестрадательный залог, как видите, пока, по крайней мере, большая часть глаголов, она переводится легко, потому что, несмотря на особенности своей формы, в общем-то, никакие альтернативы формальные не имеются у этих глаголов, они всегда только среднюю форму имеют, и всегда, вот как в словаре, дано средняя перевод для этой средней формы, ну, страдательной формы, среднестрадательной, вот так же они переводятся, и все, поэтому, на первый взгляд, такие глаголы кажутся трудными, необычными, но на второй взгляд, мы понимаем, что лучше уж они, чем вот настоящий глагол, в настоящий среднестрадательный, или страдательным залогом, там, где, там чуть-чуть работы побольше, но в любом случае, справиться можно, работа выполнимая, и хотя урок может показаться трудноватым, причем здесь вот еще, и Маунс использовал несколько очень корявых предложений, ну, да, не знаю, и, и где-то, где-то даже без обозначения какие-то слова, ну, что теперь поделаешь. Надеюсь, все-таки, более-менее вы справились, и, как тяжело в учении, легко в изучении Нового Завета. Хорошо, братья, на этом все, благословений, всего доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!